Здарова, домкраты! С вами Алексей Семилетов. Сегодня мы с вами разберем приседания со штангом над головой и рывковым хватом, или же оверхед. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые обучающие видео. Приседания со штангом над головой и рывковым хватом, помимо того, что являются базовым упражнением в тяжелой атлетике, крайне популярны среди тех, кто просто занимается в тренажерных залах. Это, несомненно, можно считать заслугой кроссфита. В связи с этим фактом, множество людей горят желанием делать такие приседания, так как в мотивационных роликах про кроссфит данное упражнение выглядит очень зрелищно и эпично. Именно поэтому сегодняшний видеоурок будет построен в основном для тех, кто вообще не имеет понятия о тяжелой атлетике, а лишь хочет попробовать присесть оверхедом. Для начала нужно понимать, что такое сложное упражнение требует определенной базы, а именно, вполне внятных включениях в локтевых суставах. Сегодня я покажу, как их можно развить. Далее нам нужно уметь помещать штангу в исходное положение над головой. Ну и элементарно, уметь приседать с прогнутой поясницей и отрывать пятки от помоста. А теперь все по порядку. Первое. Включение в локтевых суставах. Для того, чтобы правильно держать штангу над головой, нужно подобрать правильный хват и должным образом держать плечи во время приседаний. Хват выбирается по простому критерию. Между руками должен образовываться угол 90 градусов. Это оптимальный угол для нагрузки на плечевые суставы и кисти. Если у вас плохая гибкость в локтевых суставах, то существует одно старинное упражнение для развития гибкости. Но делать его стоит регулярно и с небольшой нагрузкой. Плавно. И обязательно на хорошо разогретые мышцы. Стоит отметить, что полностью данное упражнение не изменит ваши включения, но картина со временем станет лучше, так как связки станут эластичнее. Помимо вышеперечисленного, штангу нужно держать за затылком, для того, чтобы центр тяжести, то есть ваш копчик, и центр тяжести снаряда по вертикали были на одной линии. В последний момент лопатки нужно обязательно свести, так как образуется правильный выборот локтей, при котором ваши включения как бы блокируются и встают в паз. И соответственно вы держите штангу на встальных суставах. Второе. Как поместить штангу над головой. Теперь перейдем к тому, как можно помещать штангу в исходное положение. Существует два способа. С помоста и с плеч. С помоста. Это все возможные виды протяжек и рывков. Для новичка этот вариант в принципе самый сложный, требует долгой подготовки. А вот с плеч это наш вариант. С плеч мы поднимаем штангу простым шунгом-жимовым, рывковым хватом. И уже готовы сразу же приседать. Более подробно шунгеров ковым хватом в ссылке на видео в правом углу и в описании к ролику. Третье. Теперь рассмотрим технику самих приседаний. Ноги располагаются не уже ширины плеч. Здесь вы должны уже на разминке под себя подобрать нужную ширину. Начинайте приседать медленно, держа весь путь снаряд за затылком. Во время опускания в сед разводите колени и соответственно бедра в стороны, чтобы ваш корпус как бы помещался промеж бедер. Это залог того, что ваша поясница не будет округляться. Опустившись в сед, не отрывайте пятки от помоста и не расслабляйте поясницу. Когда начнете вставать из седа, плечи как бы тяните к ушам, но по-прежнему держивайте снаряд за затылком. Вставая полностью, ни в коем случае не подавайте таз вперед, всегда оставляйте его позади. Золотое правило – грудь впереди, таз сзади. Закончив подход, плавно опустите снаряд на плечи, амортизируя прием ногами. Данное упражнение задействует все мышечные группы, поэтому его так широко применяют в круговых тренировках, то есть в кроссфите. Нельзя сказать очевидно, что его стоит включать в день тренировок ног, так как нагрузка на ноги здесь неизолированная. Что же касается штангистов, то данное упражнение рекомендую включать в качестве разминочного, причем здесь можно неплохо покуражиться и почувствовать над головой вес свыше 100% от вашего рывка, убрав страх перед новым рекордным весом. Ну а просто для разминки данное упражнение чаще всего используется в комплексах с протяжкой или швунгом с плеч, от 2 до 5 повторений в 3-4 рабочих подходах с весами ниже средних, даже ниже 60%. Благодарю вас за просмотр, друзья! Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова